Привет, друзья! Вот интересно, называют еще кто-то запутавшуюся рыболовную леску бородой. Я погуглил, и оказалось, что да, термин вполне себе общеупотребимый, и путаница уже в других терминах, терминах околокомпьютерных, напоминает мне эту самую бороду. А кого в том винить? Технорей, которые все придумывают, изобретают, собирают? Или все же маркетологов, которые потом изобретение технорей продают под привлекательными названиями? Думаю, вы и сами в состоянии ответить на этот вопрос. Сегодня у нас выпуск, который давно пора было сделать. Поговорим о маркетинге в названиях и той путанице, которую он создает. Если вас интересует только часть с нанометрами, сейчас на экране должен был появиться тайм-код для быстрого перехода. Для всех же остальных начнем по порядку. AMD. Часто смешивают в рамках одних серий процессоров и видеокарт различные архитектуры. Например, в рамках серии процессоров AMD Ryzen 3000 есть и APU, это Zen+, и процессоры без встроенной графики. На базе куда более мощных и производительных ядер Zen 2. Nvidia. Выделяются интересные системы счета. Если считать по-хуанговски, получается 900, 1000, 2000, 1600, ну или 1660, тут уж кому как привычнее. Чем Хуангу не угодили возможные серии видеокарт 1100 и 1200, я лично ума не предложу. Ну а 800 серии видеокарт не было на десктопах, только на ноутбуках. Это были карты с архитектурой Maxwell 1. При этом на десктопах карты с архитектурой Maxwell 1 тоже были, но выходили они в рамках 700 серии GeForce. Неужели Хуанг не мог выпустить их в рамках пусть небольшой, но 800 серии? Лишь только Intel старается не нарушать числовых последовательностей в названиях своих продуктов. Intel делают больно иначе. Имея рабочие сокеты для процессоров, они переназначают в них функции нескольких пинов. Или еще как-то ограничивают установку новых процессоров на старые сокеты и старые материнские платы. И таким образом вынуждают потребителей покупать новые материнские платы, если они хотят сделать апгрейд на новые процессоры. Даже если Intel могли бы выпустить новые поколения процессоров и сделать это новое поколение совместимым со старыми материнскими платами простым обновлением BIOS, как это делает AMD. Из недавних примеров история с энтузиастами, которые сумели наладить более или менее адекватную работу новых процессоров, вплоть до 8-ядерных i9-9900K, на старых материнских платах Z170. Есть некоторые проблемы типа неработающего энергосбережения, дополнительных сложностей с разгоном процессора и памяти и так далее. Но самое главное по части производительности и стабильности, после настройки, все в порядке. Хотя тут, конечно, многое зависит от конкретной материнской платы. В любом случае, энтузиасты, сделавшие это, доказали, что Intel могла бы и не выводить на рынок сокет 1151 версии 2 вообще. И те, у кого материнские платы на Z170, Z270 и так далее, с хорошими системами питания, смогли бы сделать апгрейд на 6 или 8 ядер, просто установив обновление BIOS. Сейчас же нужны некоторые танцы с бубнами, но в конечном счете, кому надо, апгрейд сделать могут. Много ли денег на этом ограничении заработала Intel, неизвестно. Но по части пиара, на мой взгляд, тут явный прокол на фоне конкурента, который всерьез вознамерялся выпустить на одном сокете AM4 аж 5 поколений процессоров с разными архитектурами. Экскаватор 28 нанометров, Zen 1 14 нанометров, Zen Plus 12 нанометров, Zen 2 7 нанометров и еще и Zen 3 на улучшенных 7 нанометрах осенью этого года. При этом, в новых материнских платах на AMD тоже есть смысл. Их покупают для доступа к новым фичам. Лучше работает разгон и саморазгон, лучше работа с памятью, доступ к новой версии PCI-Express, а значит, доступ к новым очень быстрым SSD, но и запас для видеокарт будущего. Если же фичи не нужны, AMD позволяет остаться на старой материнской плате, просто установив обновление BIOS, чтобы поменять процессор. При этом нельзя сказать, что AMD белые и пушистые. Когда производители материнских плат начали выпускать BIOS с поддержкой PCI-Express 4.0, для материнских плат, которые, по идее, не должны были поддерживать новый быстрый PCI, AMD это быстро пресекла и вынудила партнеров ограничить эти материнские платы скоростями PCI-Express 3.0, следующим же обновлением BIOS. Но главное, сокет все-таки не меняется и совместимость остается. Intel ведут не такую красивую, но вполне последовательную политику. Одно поколение материнских плат поддерживает одно, максимум два поколения процессоров. Есть на то объективные технические причины или нет? Когда мы общались с Раджой Кадури, после его перехода из AMD в Intel, мы просили его постараться убедить других членов правления компании пересмотреть политику. Так как вопрос смены сокетов теперь в том числе и в его вотчине. Раджа произвел впечатление человека, который понимает суть проблемы, но в ближайшее время нас все равно ждет как минимум две смены сокетов. Сначала вместо сокета 1151 версии 2 будет сокет 1200, затем вероятно в следующем году будет сокет 1700 для новых процессоров, которые выйдут уже на 10 нанометрах. И вот если политика Intel действительно поменяется, то именно сокет 1700 останется с нами на ближайшие несколько поколений. О чем, хотелось бы верить, Intel сообщит на официальной презентации, как в свое время AMD сообщили, что будут поддерживать AMD минимум до 2020 года. И свое обещание в итоге сдержали. Как я уже сказал, AMD выглядит в хорошем свете в ситуации с сокетами. Но есть правда и в том, что такой большой парк материнских плат, как тот, что получили AMD на AMD 4, очень сложно поддерживать на должном уровне. И вот даже если судить по личке нашей группы ВКонтакте, мы получаем совсем мало вопросов из серии, собрал систему на базе Intel и что-то не работает. Что делать? То ли не собирают на Intel, то ли у большинства все работает. При этом мы регулярно получаем сообщения из серии, винда не ставится, или уже более конкретно, глючит память на сборках с AMD. И апгрейд на новый процессор происходит бескровно далеко не у всех. Хотя у многих апгрейд действительно проходит бескровно. Тут как повезет. Или тонкий расчет и покупка заведомо совместимых комплектующих, проверенных юзерами и собранных в бесчисленной таблице в Google Доках. Ну и не забывайте, что на старые материнские платы обязательно нужно ставить новые биосы до установки новых процессоров. Ведь иначе материнская плата просто не будет знать о существовании процессоров, которые вышли после ее появления. И работать с ними, соответственно, не будет. А для этого вам потребуется хотя бы ненадолго. На время установки нового биоса имеет на руках процессор старого поколения. Intel ведет еще и политику разделения плат и процессоров с поддержкой разгона и без нее. У AMD разгон не поддерживают разве что младшие материнские платы на A320. Все десктопные райзены разгон поддерживают. На практике же, даже если вы возьмете топовый процессор и топовую материнскую плату, то в случае с AMD будет крайне непростым методом разгона получить производительность выше, чем с функциями авторазгона. Процессоры AMD разогнаны до максимума уже из коробки, что подтверждено десятками, если не сотнями тестов на YouTube и в тематических СМИ. Поставил – пользуйся. Тогда есть ли преимущество в том, что на странице товара указано, что процессор разблокирован для разгона? Что касается Intel, то да, переплачивая за A3 или A5 с буковкой K на конце, вы почти наверняка сможете выжать из процессора неплохую дополнительную производительность, имея более или менее приличное охлаждение и соответствующую материнскую плату. И все будет зависеть от удачи и скилла. Попался удачный экземпляр – выжмешь больше. Попался неудачный – немного, но все равно сможешь выжать. Да даже из удачного i7 или i9 опытный пользователь сможет выжать немного дополнительных FPS-иков, секунд или баллов в зависимости от дисциплины. Хотя это и будет сложнее, чем в случае с i3 или i5. Ведь тот же i9-9900KS и так неплохо раскочегарен из коробки. С другой стороны, если не говорить об энтузиастах и рекордсменах, может оно и к лучшему, что все идет к все более и более толковой работе авторазгона. Сменил кулер, процессор разработал быстрее и даже в Bio заходить не надо. Чем плохо? Intel, вероятно, тоже к этому придут. И не только в отдельных процессорах, а во всех старших процессорах своих линеек. Следующая борода связана с архитектурами. Наши постоянные зрители знают, что во всех современных настольных процессорах Intel Core до сих пор используется ядро Skylake. 67.00K это Skylake. 77.00K это Skylake. 87.00K это Skylake. 99.00K S это Skylake. И даже еще не вышедший 10900K тоже основан на ядрах Skylake. И лишь 11-е поколение будет уже с новым ядром, который по всей видимости останется с нами так же надолго, как и Skylake. Ну или около того. И будет выпускаться в версиях подпроизводства как на 14 нанометрах, так и на 10 нанометрах. Именно у WillowKel, помимо прочих улучшений, будут применены аппаратные исправления для атак спекулятивного типа. То есть защита от Spectre и Meltdown. И так далее. Ну а теперь, наконец, мы подобрались к бороде с нанометрами. Вот у AMD есть 7 нанометров. Да еще и на новой архитектуре с ядрами Z2. У Intel 14 нанометров. С немного оптимизированными. Но все же, скажем прямо, древними ядрами Skylake. Как так получается, что исходя из производительности на одно ядро, Intel до сих пор могут уделать AMD. Пусть не во всех, но во многих задачах. Хотя, казалось бы, давно должны были отстать. И мы даже можем заметить эту производительность в некоторых играх при использовании мониторов с высокой частотой развертки. 144 Гц и выше. Уверен, что кто-то уже начал писать комментарий, что процессоры AMD просто работают на более низких частотах. И если Intel уравняется AMD по частотам, то уже AMD будет быстрее. Причем, наверное, даже во всех типах задач. Даже в играх. Проблема тут в том, что если частоту топовых потребительских процессоров Intel действительно можно понизить с 5 ГГц до AMD, ну так, плюс-минус 4,3 ГГц, то это не значит, что существующие на сегодня процессоры AMD будут легко брать 5, а тем более 5,3 ГГц на воздухе без жидкого азота. Просто есть такая данность. Процессоры Intel и AMD не работают на одних частотах. Частоты у них разные исторически. Энергопотребление при равных частотах разное. И потолки частот тоже разные. Потому что внутри это, конечно же, разные процессоры. В первую очередь играет роль разница в архитектуре и оптимизациях. Она основная. Очень важно, что в потребительских процессорах Intel применяется не только особый тип ядер, но и маршрутизация через кольцо Ring. Кольцо имеет высокую частоту и пропускную способность. Но эффективно лишь, когда ядер не больше определенного количества. Иначе получается не кольцо, а безумный хоровод, в котором, чтобы данные долетели до нужного им ядра, и может потребоваться пролететь 6 ядер или более. И никакие частоты тут не помогут сохранить производительность. Для старших процессоров Intel использует маршрутизацию через Mesh, где отдельные ядра это как будто узелки рыболовной сети. На схемах Mesh выглядит красиво и позволяет ядрам эффективно обмениваться данными без участия лишних промежуточных узлов. Или с меньшим количеством шагов. Но в целом работает не так быстро, как кольцо, если ядер 10 или меньше. Ну а про AMD вы все уже знаете из наших прошлых видео. Чиплеты, Infinity Fabric и огромные горы кэша, чтобы хоть как-то успевать грузить ядра работой. Ведь сами ядра у AMD уже довольно быстрые. И затек с производительностью не в них. У ядер должны быть задачи, которые они должны решать своевременно и быстро. А значит им нужны вводные данные. Эти данные до ядер должны вовремя добираться. Обрабатываемые и уже обработанные данные должны где-то временно храниться и быстро отправляться по месту назначения. Поэтому процессор AMD так сильно зависит от объема кэша и страдает снижением производительности в версиях Ryzen с кэшем порезанным. Хитрая схема, в которой AMD использует дорогие чиплеты на 7 нм для ядер и дешевые с вводным выводом на старом техпроцессе, позволяет здорово экономить. Да к тому же повышает процент выхода годной продукции с фабрик. Но общая сложность маршрутизации в Ryzen зубодробительная. И я снимаю шляпу перед инженерами AMD, которые смогли решить столь непростую инженерную задачу. И в итоге рынок получил прекрасные процессоры с конкурентными характеристиками и ценой. Ведь AMD, вероятно, могли выпустить на 7 нм и монолитные процессоры. И они были бы значительно быстрее, но и дороже. И значительно позже выхода этих процессоров были опубликованы данные, что AMD может снизить цену на Ryzen и Epic вдвое, благодаря разному техпроцессу в схеме чиплетов. Люди возликовали, но это относилось к тому, что уже произошло на тот момент. То есть к процессам на базе Zen 2, которые уже лежали на полках магазинов. И снижение цены это на самом деле изначальное снижение себестоимости при работе с Foundry. Intel, раз уж мы заговорили о Foundry, сама владеет своими заводами и сама разрабатывает библиотеки для производства процессоров. Это своего рода кубики Lego, но только для кремния. И набор библиотек определяет очень многое. Форма и тип транзистора, расстояние между транзисторами. И как следствие общая эффективность и возможные токи утечек. Понимая специфику своих процессоров, Intel делает свои кубики Lego максимально эффективными именно для себя. А TSMC и Global Foundry должны предлагать рынку максимально универсальные кубики Lego. Чтобы они подошли и для смартфона, и для телеприставки, и для процессора компьютера, и для видеокарты. А если TSMC будет думать о нуждах одной только AMD или Nvidia, так и другие клиенты могут поотваливаться. В итоге AMD вынуждена полагаться на производство на стране. И качественная, но все же максимально универсальная чужие библиотеки. Свои заводы она давно продала. Не знаю, насколько это влияет на эффективность итоговых процессоров. Но подозреваю, что разница может составлять около 10% или даже более. И самый интересный фактор, хотя в данном конкретном примере он решающим не является. Нанометры. Нанометры у всех разные. Если взять такой объективно измеряемый параметр, как количество миллионов транзисторов, то у Intel в 2017 году на 14 нанометрах было 37,5 миллионов транзисторов на квадратный миллиметр. Сколько сейчас, я не знаю, информация закрытая. Может быть, столько же. Может быть, Intel ввела оптимизации и выжила из 14 нанометров больше, как выжимают путем оптимизации другие фаундри. Тогда же, три года назад, Intel сообщили о том, что в рамках 10 нанометров они могут производить 100,8 миллиона транзисторов на квадратный миллиметр. Для сравнения, TSMC на своих 7 нанометрах первой версии производит 96,5 миллиона транзисторов. То есть, больше, чем на 14 нанометрах, но меньше, чем на 10 нанометрах у Intel. И, казалось бы, 7 меньше 10. Значит, плотность транзисторов на 7 нанометрах, ну, по-любому должна быть выше, чем на 10. Пусть это и процесс конкурента, но нет. Samsung имеет несколько поколений 7 нанометрового техпроцесса и производит от 85,5 до 95,3 миллиона транзисторов на 7 нанометрах. И только на 5 нанометрах Samsung плотность размещения транзисторов превзойдет показатели Intel на 10 нанометрах. У TSMC нужная плотность достигается уже на улучшенных 7 нанометрах. В общем, у всех все по-разному. Intel по сегодняшним реалиям вполне могли назвать свои 10 нанометров 7 нанометрами. Было бы меньше поводов для подколок у хейтеров. Хотя такое чувство, что Intel хейтеры волнуют в самую последнюю очередь. Как вы уже догадались, каждая компания запускала и улучшала свой техпроцесс, называя его из каких-то внутренних соображений. Я даже предположу, что от балды. Я долго искал все эти концы, в которых количество нанометров хотя бы у какой-то из Foundry соответствовало бы, ну, например, длине затвора. И за период в последние 30 лет я таких концов найти не смог. Что ж, похоже, Foundry уже давно поняли, что чем красивее название, тем проще процесс продавать потенциальным клиентам. Так что они особо не стесняются. Улучшили процесс, сделали выпускаемые чипы эффективнее, ну все, проапгрейдились. А улучшения возможны самые разные. Смена применяемых материалов, изменение структуры транзистора, сокращение длины затвора, сокращение расстояния между транзисторами, применение новой библиотеки и так далее. И даже одно только применение новой библиотеки уже позволяет компании сообщить об улучшенном техпроцессе и убавить нанометр. Некоторые Foundry при смене техпроцесса вносят сразу много изменений. Как вот, например, делает Intel в омут с головой. В отличие от них, Samsung старается вносить лишь одно изменение при каждой смене техпроцесса. Точно информацию найти не смог, но по тем обрывкам, что мне удалось собрать в сети, главное отличие 6 нанометров Samsung от 7 нанометров Samsung, это как раз смена библиотек, что позволило размещать транзисторы с большей плотностью. Если я не прав, поправите меня в комментариях. Ну и все, было 7 нанометров, стало 6 нанометров. При этом на трех процессах, 7, 6 и 5 нанометров Samsung, расстояние между стоком и стоком транзистора не меняется, оно идентично. А сами значения, будь то 5, 6 или 7 нанометров, в данных процессах, в технической документации нигде не фигурируют и не соответствуют ни одному реально измеряемому параметру. Они не значат ничего, кроме маркетинга и ни в коем случае не обозначают длину затвора. Просто чем ниже у данного производителя число в названии техпроцесса, тем более эффективные процессоры данный производитель с таким техпроцессом может создавать. 7 нанометров в длине затвора, к слову, это не предел. И избежать туннельного эффекта можно и с более короткой длиной затвора. Конечно, при условии применения иных материалов и иного производственного оборудования. Кто не знает, туннельный эффект это явление квантовой природы, объясняющее возможность микрочастиц преодолевать потенциальные барьеры. Транзистор просто невозможно запереть, если расстояние между стоком и стоком слишком короткое, так как электроны начинают буквально телепортироваться через барьер, который призван их останавливать в состоянии заперта. Ученые из США сообщают, что смогли достичь предсказуемой работы транзистора при расстоянии между истоком и стоком всего в 1 нанометр. Хотя ранее предполагалось, что лимит будет достигнут где-то в районе 2-3 нанометров, но никак не меньше. Производить же чипы на основе таких транзисторов массово так или иначе сегодня невозможно. Как я уже сказал, нужны особые материалы и особое оборудование. Но это показывает, что даже основной ограничивающий параметр, а именно длина затвора, еще может сокращаться. И индустрии есть куда расти. Но как назовут транзисторы с длиной затвора в 1 нанометр в той же Samsung? Я вот лично ума не приложу, ведь они так и так придут к техпроцессу с названием в 1 нанометр, внеся всего 6 глобальных изменений самого разного рода в чипы, которые сегодня называют произведенными с нормами 7 нанометров. Смотря на весь этот бедлам, несколько лет назад одна из фаундер предложила вовсе отказаться от понятия нанометров. Ведь оно чисто маркетинговое, и куда нагляднее будет, если указывать вместо нанометров, в дополнение к нанометрам, то самое количество миллионов транзисторов на миллиметр квадратный по стандартной формуле. Из транзисторов на данном миллиметре воспроизводится структура соотношением 0,6 ячеек памяти и 0,4 элементов логики SFF. Оба элемента базовые, так что схема может быть реализована в рамках библиотеки любой фаундери. Идея шикарная, но кроме Intel с ее 10 нанометрами против 5-7 нанометров, у всех остальных на сегодня она особо никому не выгодна, ну с точки зрения маркетинга. Да и сама Intel почему-то не спешит реализовывать собственные же предложения. Да, этой фаундери была именно Intel. И на arc.intel.com до сих пор нет информации о количестве миллионов транзисторов на квадратный миллиметр для актуальных чипов. А жаль, ведь кто-то должен же был начать. Или 37,5 миллионов транзисторов, это то, что невыгодно показывать на странице процессора, даже более невыгодно, чем 14 нанометров против 7, не знаю. Ну а по итогу 7 не всегда меньше, чем 10, красные машинки не всегда едут быстрее, а после 10 иногда идут 20 и 16. Именно в таком порядке. Но только если вас зовут Дженсен Хуанг. Спасибо маркетологам за все это. А как вы считаете, стал бы мир лучше, если бы на упаковках с товарами, честно, и не юля, подавали на гора всю важную и правдивую информацию. Такую, которая была бы понятной любому обывателю, умеющему читать и складывать простые числа. Будет интересно почитать ваши комментарии. Надеюсь, хоть кому-то из вас сегодняшнее видео хоть в чем-то помогло разобраться и не внесло дополнительной неразберихи. Ну а если ролик понравился, вы можете нас поддержать. В описании под видео я разместил ссылки на кое-какое компьютерное железо в магазине Citilink. Даже просто перейдя по этим ссылкам, вы уже очень поможете. А если вы как раз собираете себе новый компьютер и не хотите ошибиться с сокетами и чипсетами, что с чем совместимо, вам поможет простой и удобный инструмент. Конфигуратор Citilink выбрал процессор, и он автоматом предложит только совместимые материнские платы. С вами был Илья, до новых встреч на ProHightech. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok